вообще как такового понятия в принципе нет это очень спорные тяжелый вопрос но мы мечтают о том на кого переложить ответственность и что гарантированно деньги заработались потом где-то через 10 там говорили вот грома уже говорил coca-cola тебе уже через месяц привозят с маленькой так ну всем привет от кругов громого и у нас в гостях сегодня наш эксперт нашего нового исследования посвященного интегрированному бизнес планирования вот айбипи круг громова это артем рогов который сейчас я надеюсь представиться и я задам первый вопрос а для начала хочу немножко разбавить шуткой до который мы все любим и как говорится шутка такая что сколько планировщиков спроса нужно чтобы закрутить одну лампочку ой нет лампочки не доехали вот поэтому вот такая смешная шутка ну и собственно вопрос такой артем а что вас побудило вообще принять участие в исследовании круг громова по интегрированному планированию и как этот проект вообще перекликается с вашим опытом работы в крупных fmcg компаниях до сергей ну и тому же представитесь да всем всем привет а меня зовут артем рогов я генеральный директор и 7 академии эта компания которая занимается обучением консалтингом том числе пойти системам по планированию и с двадцатого года компания работает но на самом деле до двадцатого года я работал в крупных mcg компаниях корпорациях и собственно говоря еще с тех времен я был на той стороне когда выбирал системы свои функции я был в том числе и руководителем по планированию всего интегрированного планирования поэтому были задачи в том числе и по автоматизации и сталкивался я с определенными сложностями при выборе да первое это поиск принципе систем которые мне подходят сколько их да как они называются какой у них функционал вообще понять скоп всех систем а второе это что они могут что у них заложено в самой функциональности и это была действительно достаточно сложная задача и когда в двадцатом году я открыл свою компанию уже и это был как раз 1 апреля апрель двадцатого года когда нас всех закрыли дома первое что я сделал это я начал записывать видео обзоры эти системы по планированию тогда уже в общем то у меня возникла идея того что в общем то людям компаниям нужно какой-то ресурс куда они могут зайти и посмотреть вообще а кто есть а именно что может собственно грел двадцатом году я начал записывать такие видео обзоры мы до сих пор я вижу лежат в ю тубе их смотрят в этом в этом году даже мне говорили что посмотрели ваш обзор решили посмотреть на компанию поближе на одной из компании вот но на самом деле уже чуть-чуть устарел потому что конечно в двадцатом году из тех 2-3 года назад спойлер и сильно изменилось вообще обстоятельства сильно эти продукты вообще изменились с того времени или нет кардинально я скажу абсолютно да вот еще до 22 года с обзоры уже не очень актуальны надо писать следующий возможно совместно и запишем так вот вот да об этом и речь я с чего и начал до что вот важно для компании иметь вот какую-то какой-то источник где можно магический квадрат гартнера раньше был сейчас вот круг громого да тоже в общем то меня это очень сильно заинтересовал том числе и названием да название она специально такое с небольшим как бы сарказмом потому что я когда-то почитал кто такой гартнер это конкретный человек который к сожалению уже умер вот но да я решил продвинуть немножко личный бренд такие хорошо но вот есть у нас такой второй вопрос каковы на ваш взгляд ключевые задачи нашего исследования круг грома но в котором мы же уже немножко поработали уже поучаствовали уже немножко по поработали с критериями и поэтому вот какие на ваш взгляд ключевые задачи этого исследования как непосредственно ваша экспертиза может помочь этому исследованию ну что-то про это смотрите основная цель вот таких исследований это дать возможность компаниям которые решили сделать такой сложный шаг в автоматизацию в общем то я по себе знаю что это действительно достаточно сложно бывает компании там год-два-три решаются до туда пойти дать возможность увидеть вообще кто есть на рынке какую функциональность каждая из этих систем покрывает и сложить у себя картинку будущей архитектуры всей айти системы по интегрированному планированию почему всей картинки да потому что кому-то нужен только прогноз продаж кому-то нужен планирование производства кому-то среди материалов кому-то все это нужно и вот не все системы дают полный функционал кто-то наоборот фокусируется только на запасах да и это их конек собственно говоря да а каким-то компании в общем-то это и нужно и больше ничего поэтому для меня четкая формулировка это исчерпывающая информация для компаний которые выбирают себе эти продукт под конкретные собственные нужды именно поэтому здесь очень важны критерии по которым вот делается это исследование я надеюсь со своим опытом и корпоративным и уже консалтерским опытом могу сделать вот этот скоп критерия достаточно полным а кстати вот такой вопрос вне повестки он не был запланирован но пришел пока мы разговариваем как раз он пришел в голову а вот эти системы интегрированного планирования они допустим нужны только ну да и fmcg это как бы как раз самый такой сектор где мы больше всего наверно слышим спроса на такие системы но вот например мне интересно стало то есть пришел вопрос в голову исключительно сейчас а вот вообще государственным компаниям или каким-то оборонным заводом или каким-то там я знаю ну военная поездка актуально у нас сейчас но вот про государственным компаниям вообще это актуально вот такие системы и бипи потому что поясню с чем связан вопрос потому что на наше исследование вот на нашей методике по исследованиям by систем но это наше самое популярное исследование государственной компании прям очень сильно ориентируется то есть они прямо например там было мероприятие для государственных компаний где наша методология была выбрана в качестве той по которой но они там всех рейтинговали ну и так далее вообще госкомпании очень сильно на нас смотрят на наши исследования от вопроса и бипи им нужен или нет ну как вот в вашем опыте видели такие запросы я на самом деле работал не только с компаниями и вот за эти четыре года которые я внедряю смыть и в разных компаниях я понял одну вещь вообще очень интересную неожиданную для себя нет никакой разницы в какой сфере работает компания любой компании айбити ну или вообще интегрированное планирование нужно и она дает свой эффект потому что fmcg тогда есть крупная хорика компания тоже есть найти компания которая занимается интегрированным планированием продукты это у них проект металлические компании или крупные такие промышленные предприятия в общем неважно где работает компания интегрированное планирование всегда имеет место быть скажем так да потому что конечно компания может работать от спроса до иметь достаточно неограниченные ресурсы производства а может наоборот работать от производства и здесь может быть несколько клиентов может быть один но дальше производству что в общем-то необходимо это сырье материалы для того чтобы произвести вовремя вот эти сырье материалы полуфабрикаты должны прийти точно в сроке нужно спланировать так кто-то их тоже производит оборонная промышленная да тем более сейчас сроком очень трепетно относится поэтому важная история это вот как раз таки вот для них я имею дует тоже вот прям на пике важности окей то есть любой сегмент отлично интересно то сразу мне вспомнилась такая шутка буду периодически разбавлять шутками тут все когда почему плохая идея позвать на ужин менеджеры по логистике потому что они будут все время потратить на то чтобы рассудить кто эффективнее передаст друг другу соль так и живем вот а были вообще примеры успешного внедрения может быть поделитесь какими-то примерами успешного внедрения таких систем что считать успешным там не знаю ну да конечно да я в общем то первое что сразу готов назвать это то где я сам работал компания пола кардбер групп в общем то дальше уже с точки зрения консалтинга до были внедрены проекты интегрированного планирования компания валю сибирская альтернатива в общем то есть еще ряд компаний которых я не могу сейчас называть но это тоже девушка сказал крупная хорика есть в общем кейсы есть успешные и знаете как успех он точно будет важно понять а что именно какая цель вот здесь сейчас в этом году на чем должна фокусироваться компания в рамках интегрированного планировать и например в компании по пола когда-то 14 назад да мы внедряли эту систему и процесс вот мы снизили запасы за счет того что планировали дистрибьюторов уже от продаж в точке они продаж от компании но от центра дистрибьютор от разделительного центра какого-то точно 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 да то есть получается что мы убили двух зайцев да если так можно сказать первое это стали планировать исходя из целлаута да не из целы на аслаут всегда точнее прогнозируется но ты сами стали управлять запасами тем самым снизили рабочий капитал а второе мы перри фокусировали торговый персонал не на загрузку дистрибьютора а на продаже в торговой точке тем самым увеличив оборот вот как две вещи которые ставили перед собой цель да и в общем-то их реализовать ну да если они отслежены до результаты если отслежены то в принципе то что вы назвали это да действительно мощное там скорее всего влияние на маржу там я так скажу вот оборачивались все проекты которые с точки зрения интегрированного планирования внедряются там но не копейки на самом деле я между с точки зрения эффекта об огромные деньги вот практически во всех компаниях вот на балтике мы сократили потери это была самая главная задача с точки зрения интегрированного планирования первая задача там через год поставили задачу по снижению запасов опять-таки через год по увеличению уровня сервиса то есть фокусировали всю компанию на разные истории а вот сибирской альтернативе например произошел произошло оздоровление запас это небольшая розничная сеть запчастей масел красок для автомобилей вот и между торговыми точками была конкуренция за за запас то впервые забрал поставил себе на склад сидит полгода у них этот продукт есть а у других точек его не до отсутствует вот такая не такое нездоровое распределение было после внедрения собственно говоря это все распределилась как нужно именно под справедливости по справедливости да и тем самым оборот компании он вырос оборот компании вырос понимать я понимаю если есть запас если они оборачиваются то быстрее там эффективнее то есть лучше дать тем кто продает чем чтоб лежала там у тех кто просто лежит и поэтому да тут наверно надо следить за всем этим вот а последний пример хочу привести он просто классный чуть-чуть в сторонке что ли компания после внедрения интегрированного планирования смогла снизить стоимость сырья и материал то есть это тоже собственно говоря очень мощно да и заметно отразилось на себе стоимости в общем ну вот такие если более качественные там собирать эти палеты я не знаю там чтобы более качественно выдавать поставщикам какие-то планы по закупкам чем дальше ты выдаешь планы тем как ты можешь забронировать какой-то дефицитный ресурс то есть вот такие вещи наверное можно но для этого точность этого плана должна быть высокой а для этого это системы и помогают сделать его еще был про точность планов мы тут в своих кулуарах биайных аналитических тоже много общаемся и общем пришли к тому что до точности это очень спорные тяжелый вопрос но я как бы услышал интересную вещь опять же вне как грится плана нашей дискуссии что как бы а помогаете ли вы рассчитать вот такие рой от внедрения то есть грубо говоря можем ли мы перед тем как внедрять будем такую систему планирования но я медведь я заказчик предположим можем ли мы заранее как-то посчитать вот этот возврат инвестиций там вот сколько мы сэкономим сколько мы лучшим то есть вы это как бы в цифрах даете клиентам ну и вообще были такие запросы можете посчитать или нет сергей смотрите на самом деле можем это немножко высосано из пальца но вот я и хотел сказать да что смотрите сама по себе сама по себе система да она может вообще не изменить ничего система она помогает в принятии решений быстроте принятия решений в моделирование сценария вот а что будет если мы вот так сделаем а что будет если вот так без системы разные сценарии будет будут считаться очень долго да уже сколько воды утечет да системы помогают то есть система система не говорит чего делать она просто помогает тебе принять решение именно на нее ответственность нельзя переложить абсолютно абсолютно но люди мечтают о том на кого переложить ответственность что гарантированно деньги заработались ни в коем случае ни в коем случае у меня были примеры когда система действительно никак не изменила ситуация потому что по факту с результатами компания не работала да я понимаю чем речь вот и все она так посчитать можем посчитать можем по факту там критериев не так-то много вот мы уже сказали потери например да улучшение уровня сервиса а вот такой интересный параллельно сразу вопрос уже практически и сразу вопросы полезли в голову а вот если например система говорит там купи 100 единиц там-то ну и будет все отлично сэкономим там миллион рублей ты приходишь туда а там выясняется что 100 нельзя купить а можно купить там 8 только 50 ну или там с датой поставки и получается мы не можем этого даже сделать да то есть мы вроде и хотим сделать как говорит система но реальная жизнь не может нам этого дать вот получается что то есть еще раз что система она это не гарант не 100 это не система которая говорит точно что мы это купим она просто только тебе там советы дает то есть да то есть она может сказать купи 100 но ты купишь только 50 тогда у тебя там какая-нибудь кривая там как эти сапожки или как они называются там вот эти такие вот эти график заказа вот этот пилатом ли как-то так это называется и пил и пила я просто не помню называется такая вот короче кривочка то есть она просто чуть-чуть другая будет то есть такая система тебе говорит что она должна быть вот такая будет все классные самые эффективные а ты как бы купил на самом деле по-другому ну и просто у тебя это кривулька чуть-чуть стало другой вот и интересно еще эта система она напоминает те же типа а я тебе говорила писток или нет да сергей тут я скажу так там на есть какие-то регулярные вещи которые по идее должны происходить самостоятельно автоматизировано и это можно настроить на самом деле вот в системе можно настроить если к примеру система говорит купи столько то это есть в наличии до заявка принята от поставщиков то все туда можно даже не лезть грубо говоря на все это можно в общем-то это все уходит если какое-то отклонение от нормы скажем так он правил на здесь уже принимает решение человек поэтому вот сейчас такие классы систем автоматизации я имею ввиду по интегрированному планированию они все больше и больше не просто калькуляторы как вот там было раньше а вот тебе просто калькулятор который считает быстрее точнее и там какие-то факторы учитывать которые человеческий мозг учитывать не может а просто физически вот если вот сейчас мы говорим то вот интегрированное планирование все больше и больше популярность такая аббревиатура и сыну пи приобретает до планирование продаж операций и здесь вот говорится уже не только про калькуляцию не только про расчет а здесь говорится именно о еще и согласовании этих каких-то расчетах прогноз ну и абсолютно да то есть и сыну пи это полный спектр всех планов которые есть в компании прогноз продаж это план производства план замок сырья материалов план финансов ну вот если грубо говоря да вот и они все имеют один и тот же источник информации да таким образом вся компания живет в едином информационном пространстве и на каждом из этих этапов есть разные согласователи да здесь отдел продаж менеджер по продажам до разных категорий здесь директор по производству здесь директор по закупкам и это определенный workflow а и вот сейчас есть системы которые позволяют и считать да и тут же распределять там по зонам ответственности получать согласование корректировки в реальном времени да и получать там следующий шаг когда тебе приходит уведомление а тебе пришел какой-то объем на согласование до согласуем а через три дня еще раз напомнила ты не согласовал да круто да ну это как я понимаю что мы уже и начали обсуждать наш следующий вопрос собственно роли с инду пи что это такое с инду пи в контексте в том числе интегрированного планирования и собственно вот у нас как-то это если это в исследовании будет выделено то есть вот этот вот с инду пи мы как-то какие-то у нас чек-листы может там чек-листе какие-то отдельные не знаю критерии вот дающие вот возможность про этот воркфлоу допустим что-то узнать я так понимаю что должно быть правильно да сергей так как мы уже работаем кто делает исследование да 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 уже не первый эксперт делаем да да я думаю что но мы его еще немножко допилим но мне кажется это правильно будет сделать потому что как я уже сказал синопе набирает популярность даже ритейл пошел туда в общем то у нас очень много запросов нашей компании вот мы тоже на острие атаки вот этого направления у нас очень много запросов и по обучению и по внедрению и как я себе например вижу это больше конечно такой консалтинговый обучающий проект потому что в принципе у нас изначально в образовании вузах там нет такой специальности да и только вот недавно начали делать там лет я не знаю 5-6 назад там каких-то категорийных менеджеров и вот да и сэндопи я так понимаю еще никто не дошел мой и с другой стороны я так понимаю это тоже не единственный вариант как компания может работать с этими цепочками поставок то есть это не единственная как бы методология и с другой стороны по ней нет особого обучения поэтому каждый проект я так понимаю уникален и он больше заточен на то чтобы научить людей это сделать чем даже автоматизировать и кстати вот мы как раз вот тут есть и вопрос у нас такой какие ключевые компетенции необходимы специалистам по интегрированному планированию и конкретно как вот ваша компания 7 академии собственно может в этом помочь и какую роль вообще играет человеческий фактор в успехе таких проектов во внедрениях какие навыки компетенции нужны как как их там что нужно развивать да я даже не знаю может айтишники уже джава скриптеры должны быть или или наоборот это люди от бизнеса вот как расскажите людей навыки вашу роль академии у нас кстати очень много запросов по обучению поэтому будем с удовольствием с вами вместе учить людей да ну отлично смотрите методологии может быть там и много но это методологии там например как посчитать прогноз или как управлять запасами есть прям кардинально разные подходы к управлению запасами минмакс вот даже мы сейчас с вами видимо в исследованиях используют разную методологию вот вот здесь я согласен что есть определенная разная методология с точки зрения слу пи я альтернатив не вижу на самом деле хотя я здесь тоже небольшую шутку сколько вот тоже уже сталкивался не в компании говорят у нас есть и сынок и чего у нас сюда все работает до планирование есть в каждой компании конечно но невозможно не спланировать там что привести на завтра она послезавтра на месяц и так далее невозможно не спланировать там какой-то бюджет до финансовые так далее но это все планы абсолютно разрозненные а и сын и пи это как раз про единство всех план единство вот поэтому всегда до и сын и пи вот когда компании приходят тому что нужна вот эта вот методология они сначала проходят через осознание то что на самом деле у них есть планирование конечно но у каждой функции она на своем продаже делает свой прогноз финансы говорят да кто там что знает что будет мы лучше знаем сделаем точнее финансовый прогноз закупщик сидит дальше вообще ничего не знаю я тут сам договорюсь со своими компаниями поставщиками они мне привезут столько сколько нужно и вот так вот все функции абсолютно живут в собственном соку и в каждой функции есть определенный буфер ресурсов и когда ты приходишь и делаешь единый прогноз на все вот эти вот буферы они уходят и остаются только там где необходимо для всех вот именно на этом и компании получают что-то я вот вот что задумался что получается это же erp mrp системы это и по сути были такими системами которые планируют ресурсы то есть почему это не ерпи система мне стал что-то интересно нету на самом деле можно и ерпи системой обойтись вопрос только в том какое количество данных компании требуется обработать для того чтобы создать план потому что в рамках ерпи системы происходит еще и транзакционные и вот здесь может просто подойти такой момент так когда транзакции и когда процессы планирования просто займут все мощности и вот у меня был один случай когда компания на erp системе делал большие расчеты по прогнозам и система просто встала и они не смогли не принимать заказы выписывать счета фактуры это очень опасно поэтому я всегда его лоббилити такое до балансировщик нагрузки да но мы на самом деле ушли от темы вы тут интересно все про сндупи рассказали но еще раз все таки давайте про компетенции про людей и про академию что что академии да и преподаем и что надо знать людям и чего чего у них развивать вообще сейчас люди самый больной вопрос в россии у нас с демографией тут есть вопросы и как бы всех не хватает айтишников там и вот вопрос этих то хватает цепочников поставок смотрите я так вижу ситуацию на данный момент я уже даже небольшой спойлер до в начале говорил система эти система позволяет разделить весь блок фронт работ на 200 первая история это то что нормально регулярно продается планируется без больших всплесков это можно дать системе и она будет это делать быстро качественно и в общем-то без человеческого ресурса таким образом человек может перейти с планирования там всего объема на работу только с тем фронтом работы которые система не может уловить не может уловить логики волатильные продажи опять-таки система не может спланировать то что она что в нее не 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 а вот фрозе глядов к вид как раз именно были какие-то вот прямо у всех там что ну как-то по-другому резко стал то есть человека мы не можем избавиться к сожалению или к счастью куда посмотреть вообще ну то есть здесь тоже расхожее мнение да что поставим автоматизацию всех уволим но нет данных нельзя в любом случае всегда будет определенная части которая не будет схватываться система и человеку здесь нужно принимать решение определенные но он вот эти решения будет принимать уже более обдуманно будет больше времени на принятие решений по вот таким вот непонятным всплеском потому что регулярка проходит системно и она в общем так не нужно даже прикасаться грубо говоря таким образом компетенции до у человека которая занимается планированием сводится но и за скажем так я бы разделил на две части софты и харды это ну конечно же там какое-то объемное логическое мышление умение работать с большим объемом данных не бояться скажем какие-то возможно в голове там группировать и разгруппировать ну то есть это реально определенный склад ума и вот этому не научишь системность это такая очень важная вещь когда по полочкам все может систематизировать разложить расприоритизировать да 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 вот понять а почему именно так да вот что привело вот эти вот все вещи но это вот такие софты тут нужно в общем-то просто понимать то что либо они есть либо нет а по хардам здесь уже конечно модели определенные модели которые задолго до нас с вами да уже разработаны и собственно говоря нормально работают в той или иной ситуации и вот здесь как раз таки мы вот как всем академия учим вот таким подходом как посчитать страховой запас как посчитать прогноз спроса как его обогатить различными факторами а какие вообще факторы бывают а как оценить уровень зрелости текущего процесса то есть здесь уже мы даем условно это такой большой набор лучшей практики из разных компаний и человек уже может как по по инструкции грубо говоря да посмотреть вот есть какая-то формула да как посчитать запас супер я ее сделал в том же экселе да и вы прописал получил определенный результат вот таким вещам мы но я кстати да читал несколько книг таких по логистике вот одна из моих которые я прям люблю это этот штраф бидер такой вообще топовая книжка очень простая для понимания но прям супер много знаний ну и дальше там да как это говорится чего больше всего боится матадор цепочки поставок да как этот эффект кнута или эффект холеста вот понятно как обычно hard skill soft skill и я так понимаю вы вашей академии как раз вот даете эти в том числе hard skill вот эти примеры формул и по каким-то материалам в общем я вначале сказал что любая индустрия в общем-то подходит под интегрированное планирование под методику и сыну пи соответственно тут у нас уже тоже большой набор уже готовы к внедрению материалов шаблонов встреч тех же там презентации так далее одна компания у нас прошла обучение и просто на каждый слайд использовала как инструкцию к применению да и без без консалтинга до внедрили себе сын и пи просто по как программе обучение какой какой процент джуниоров у вас ну то есть таких молодых специалистов кто только-только пришел просто интересно в основном зрелые специалисты по цепочкам переучиваются ну там какие-то новые знания получают или все-таки джуны там типа студенты условно идут учиться и потом там устраиваются даже интересно сейчас актуальная тема что грубо говоря вот этих зрелых все меньше и меньше до становится и молодежь подпирает уже и вот интересно как как них норм или нет ну смотрите мы вот как академия еще проводим такие индустриальные игры сильное звено называется проводим как с компаниями где играют директора по логистике по планированию серьезные руководители приходят играть посоревноваться друг с другом и есть направление студенческой лиги где точно также соревнуются только уже выпускники логистических специальностей различных вузов вот и к сожалению вы правильно сказали с точки зрения планирования программ в наших вузов их практически нет а если ну пив вообще как такового понятия в принципе нет поэтому я в нескольких вузах проводил для студентов программу поиски и собственно говоря это сейчас определенная ну такая проблема что вот наши специалисты которые приходят они изначально не в полной мере обмундированных для бизнеса у нас войти то же самое вот поэтому сейчас конечно же приучивается и как говорится и старый млад переучиваются все вопрос в том что молодые специалисты и они как сказать они интересуются действительно чем-то новым потому потому что у них нет там большой какой-то истории дать шор взрослым им уже немножко сложнее я не говорю потому что менее гибкий или еще как но вопрос том что вот опыт который есть у каждого руководителя уже состоявшегося он же успешен на самом деле этот опыт и вот просто время меняется да и не всегда то что ты делал 10 лет назад сейчас принесет такой же эффект поэтому окажется учиться на самом деле и старт и город но отлично главное чтоб люди дотянулись к знаниям мы это тоже поощряем вот какие у вас ожидания собственно от результатов вот этих вот кругов громого как эти результаты повлияют на реальные внедрения вот уже российских импортозамещенных компонентов как вы считаете что изменится то есть у нас тут импортозамещение вообще сейчас уже последний год на всех парах идет во всех абсолютно областях там и erp и в мс и там очень все замещают и биай и там все что угодно и вот как вы считаете какие мы результаты вместе добьемся да с этим исследованием и как они повлияют вот на все эти новые истории импортозамещения ну смотрите я наверно так отвечу может быть высокопарно на будет звучать но для этого у меня есть несколько причин так думаю первое что вот уже лет десять идет постоянная постоянный интерес компании к интегрированному планированию сынуки и автоматизации и он вот этот интерес он еще далеко не на пике сейчас идет планомерный рост интереса компании условно так друг друга опыляют через конференции через какие-то встречи те же самые сильные звенья там я провожу уже третий год подряд конференции так называемая витрина идти решений тоже да вот мы сейчас с вами про исследование конференция где компании выходит и рассказывают что вообще системы могут вот и вот эти два года они немножко притормозили скажем так вот этот процесс по разным причинам да но так или иначе это действительно немножко приостановилось и сейчас я вижу возвращается возвращается скорость вопрос том что системы уже не те сейчас у нас на рынке российские системы которые но к сожалению да вот два года назад были в очень сильной конкурентной среде с иностранными системами и но реально было очень сложно с ними конкурировать с точки зрения инвестиций ну то есть много таких вот было вам вопросов но это если секретная информация то какие системы которые ушли вы имеете да она план она и достаточно много ну там как бы не все так просто да они там были были вопросы там и с их использованием хотя это конечно я не говорю о том что да-да-да-да к ним то не было вопросов конечно любое эти продукты он никогда не будет завершенный как и ремонт в квартиру в доме он всегда будет всегда будет что поделать вот но так или иначе и системы сейчас наши они еще не на том уровне развития так как которые требуются некоторым большим компаниям поэтому сейчас я думаю что вот еще несколько лет мы пробьем дальше интерес к эти системам наши компания то есть пик он ну грубо говоря я так плюс-минус ожидаю будет лет через пять через семь когда большинство компаний уже осознают осознают и будут требовать до к определенную автоматизацию сейчас идет процесс вот одна компания внедрила систему рассказал об этом на конференции или на каком-нибудь обзоре да другие послушали а дайте ка я тоже попробую и вот через такой процесс это точно будет идти интерес действительно есть второй вопрос это скорость принятия решения на какую систему нужно перейти и вот как раз результатами вот исследования мне кажется это скорость принятия решение скорость понимания того а с кем нужно идти на то есть вот этот процесс исследования рынка понимание что может эта система делает они все же где-то кто-то приукрасит функциональность свои возможности да вот эти вот все вещи они любят приукрашать любят написать везде да абсолютно а потом оказывается нет мы это очищаем об этом и речь об этом и речь то есть я считаю что вот как результатом это мы с вами пройдем одну дорожку для сотен компаний вот не каждая компания будет идти по той же дорожке мы с вами один раз ее пройдем и этими результатами будут пользоваться остальные и вот собственно говоря вот эта скорость принятия решений и скорость внедрения она увеличится как мне кажется вот а как я уже сказал какие эффекты дает процесс и системы то ну конечно оптимизация расходов рабочего капитала и так далее будет приводить потому что наши компании будут более прибыльные ну а дальше я не на экономику ну да да как говорится да есть две теории получения точных прогнозов и ни одна из них не работает до этому знаку вот а как вы думаете какова роль цифровых технологий вообще там анализа данных вот в этом интегрированном планировании и на каких вообще технологических решениях может вы что-то уже знаете там спойлер нёте что-то какие наиболее считаете перспективными к внедрениям ну в общем может быть что-то про какие технологические решения расскажете пару слов ну смотрите я бы сейчас выделил два больших основных направлений в эти системы на условно так я буду сейчас папа народного да это коробочные решения и платформенные решения вот раньше чем разница вот раньше там лет двадцать назад платформенных решений практически не было там были в основном коробочные и вот произошел переломный момент и начали появляться платформенные решения которые скажем так работающие на микросервисах то есть как микро пазлы и ты вот видишь там тысячи этих микро пазлов и ты из них можешь собрать ровно то что нужно именно тебе потом через какое-то время что-то еще потребуется ты взял еще несколько пазликов да и таким вот образом формируешь для себя систему которая вот именно тебе нужно и подходит именно твоему бизнесу вот коробочные решения они соответствовали сдавать позиции да потому что вот такая гибкость она как раз наше время собственно говоря ну без нее не уже никак не выжить вот мы последние четыре года видим да нужно измениться так измениться так коробочные решения их сложнее менять а иногда очень трудоемко так что можно сказать что вообще невозможно я вспоминаю большую эти систему не буду называть иностранно которую нам говорили что наш запрос будет исполнен через полтора года ну а через полтора года если вы поставщик да и думаете что кому-то не все равно живы вы или нет да пропустите пару дней поставок и сразу все поймете вот поэтому понятно что и сейчас коробочные решения в общем-то остались и они тоже пользуются популярностью почему потому что есть вообще как вот цепочка поставок но если базовые вещи брать то они у всех одинаковы вот база она одинаковая по сути а вот нюансы которые делают компании более успешными не успешно да это вот как раз уже такие сверху вот этой базы то происходит и где-то да как каким-то компаниям проще взять коробку в которой уже есть определенные правила и подойти правила подстроить свои процессы это потому что ну как бы они уже понимают что вот эти процессы не работают изменить их на самом деле сложно процесс меняется очень сложно а тут вроде бы как вот лучшие практики собраны вот правила там да какие-то там технологии методики зачем что-то выдумывать и и и внедрение происходит быстрее вот поэтому они не исчезли вообще да и они будут собственно горейку будут существовать но вот в любом случае есть вот две вот такие вот интересные мои конечно видение она такое как как специалист работающего с тоже с разным типом разных там систем я немножко там по-другому себе представляю слова коробочное решение платформенное но было интересно послушать ваше мнение да и окей будем считать что вот и и как бы и так тоже люди думают о всей этой истории но в общем мы не останемся думаю без решений потому что наши как я всегда люблю хвалить российских программистов на что поработал с программистами со всего мира и могу сказать что наши классные поэтому мы точно не останемся без софта чтобы не произошло поэтому это это абсолютно точно я скажу так вот когда исчезли иностранные компании остались российские на самом деле как иностранство оказалось очень мало да можно на пальцах пересчитать и что бросилось в глаза так это то что сам движок расчетный движок он отличный на самом деле там одна из компании занимает высокие места на мировых конкурсах да по прогнозирование спроса то есть сама математика да вот это вот код он у нас очень крутой вот в российской компании что хромает это визуализация этот интерфейс его вот эта история но она и дорогая собственно говоря да и здесь понятно во что делали инвестиции наши российские компании это собственно говоря в движок ну мне кажется это и и правильно вот ну пусть будет интерфейс чуть-чуть не такой красочный как она план например был да но зато там цифра более точно собственно говоря поэтому я абсолютно с вами согласен у нас программисты крутые и система у нас тоже в общем-то мы такую конкуренцию им точно точно да но может быть тогда поразмышляем просто о будущем таких систем интегрированного планирования да не в контексте там страны а вообще во всем мире как считаете какие тренды что будет как видите развитие этой отрасли то есть такой туристический прогноз я не знаю какие факторы будут определять это развитие то есть что вообще что нас ждет как считаете что вы много лет в этом я например могу рассказать про такую же историю пройти что нас всех скоро заменит искусственный интеллект и так далее у меня есть много прогнозов интересных я там вот планирую писать статьи на эту тему просто чтобы потом где-то лет через десять там говорили вот грома уже говорил но есть такие люди просто кто пишет такие статьи а потом они сбываются и все-таки вот там он же грел но вот давайте про интегрированном планирование как считаете что что там будет я думаю что тренд будет в том что компании будут выходить за рамки своего бизнеса потому что в самой в самом термине интегрированное планирование да здесь в общем то заключено не только интеграция разных функций а в создании единого плана в одной компании но и интеграция компаний которые собственно говоря делают полную цепочку а это собственно говоря поставщики и сырья материалов это клиенты то есть вот вся вот эта вот цепочка а нам я думаю что будет расти потому что ну во первых компании некоторые компании продвинуты уже этим делом озаботились и занимаются в том числе я в одной из своих предыдущих компаний занимался такими проектами потому что внутри себя когда вот компания долго занимается оптимизацией а планирование в общем то это одна из частей факторов этой автоматику этой оптимизации вот когда мы практически исчерпали все ресурсы внутри себя то мы начали выходить наружу нам и начали выходить к нашим дистрибьютором и помогать им оптимизировать их расхода тем самым скажем так когда мы платили меньше процентов условно вы за них там что-то им передавали часть вашего интеллектуального багажа не за счет этого абсолютно абсолютно верно да или как вот в к вид компании даже конкуренты использовали один ресурс там один грузовик один продукт везет в одну точку обратно везет продукты конкурента да но вот это тоже определенная такая не я я рад этому да но это звучит в нашем жестоком мире очень сурово потому что как что там волк принес барашку воды чтобы тот напился это классная интересная идея я так не думал но да вы правы не все пойдут конечно же в эту историю но тоже я так скажу тренд он на то и тренд так когда ты сегодня думаешь что-то вообще невозможно а послезавтра большинство компании уже этим занимается и и собственно игре это становится через месяц уже вообще абсолютно нормой да как это кока-колу тебе уже через месяц привозят с маленькой чекушкой виски джек дэниелс а помните они знали что ты заказываешь одновременно две и поэтому спрогнозировали что ты купишь эту чекушку уже сразу тебе заслали поэтому я думаю что тренд в реально в большом интегрированном планировании когда происходит участие всех компаний да которые он находится внутри интегрированном планирование супер но артем тогда огромное спасибо мои вопросы под закончились может быть у вас есть какие-то ко мне вопросы может быть что-то тоже интересно узнать из нашей тяжелой жизни или можем уже и попрощаться и как говорится пожелать всем успешных внедрений систем интегрированного планирования мы надеемся что собственно исследование выйдет уже вот-вот то есть это уже буквально на днях и собственно вы уже сможете ознакомиться с трудами артема и нашей команды и в общем если есть какие-то вопросы артем давай или пожелания там что-нибудь можно сказать камеру да я хочу пожелать всем компаниям которые думают о том что нужно это или не нужно хочу пожелать принять правильное взвешенное решение и я уверен что мы с вами скоро встретимся за тем что будем листать и ваши исследования и выбирайте компании которые будут автоматизировать вскоре и ваши процессы потому что я на самом деле убежден что автоматизация она в скором времени говоря будет настигнет всех абсолютно абсолютно как вы сказали это да искусственный интеллект заменит айти ну собственно говоря айти дальше заменит ручной труд ну я сарказмом сказал потому что мы все да с другой стороны тут как да и все неизвестно действительно может скоро искусственный интеллект писать интервью сарказмом на тему нас кожаных мешков что мы уже не нужны там так что на трое тренды это правда я рад что это исследование сергей благодарю вас что она произойдет я уверен что она точно будет полезным я знаю что она не первая сергей может быть я тоже вас огорчу или наоборот мы читали мы все три предыдущих читали и в общем могу сказать что наша точно будет лучше да и но я потому что мы взяли все самое хорошее из этих трех все добавили своего абсолютно но я скажу так что лучше когда несколько исследований да поэтому точно лишним не будет конечно там не знать 10 это уже перебор но вот два-три исследования от разных компаний почитать и увидеть корреляцию там вот и здесь потом подходит тебе одна компания здесь также самое и здесь ну собственно говоря чего дальше думать вот поэтому я вам сразу рассылать когда люди нам запрашивают наши исследования может сразу все три отправлять которые мы до этого видели надо подумать а если они будут обновляться если они будут обновляться одно из них точно будет обновляться я насколько знаю второе не уверен но в целом так поэтому я очень рад что вы пошли в эту историю рад что это будут круги и конечно с той проработкой с которой сейчас делается это исследование уверен она точно будет полезно вот однозначно да я вижу это изнутри я могу сказать что вот я исследование которое уже пять лет делается но с каждым годом улучшается но то есть это методология постоянно улучшать то есть мы еще не дошли до конца этой методологии с каждым годом добавляются все новые фишки там например в этом году мы уже опрашивали аудиторию клиентов то есть они нам давали обратную связь ну и там много других фишек новых добавилось в этом году в топе в биайные исследования но и также будет собственно с интегрированным планированием то есть сейчас то первая версия мы с нее начинаем и дальше постепенно будем все это улучшать улучшать там да конечно тут главное продержаться в нашей жизни что может это дело вот артем большое спасибо вам за то что вы поучаствовали рад с вами познакомиться и вместе работать вот до новых встреч спасибо и до новых встреч